всем привет ребят ну что принципе мы вчера с вами протестировали героя посмотрели на стриме какой же все таки ему талант будет топовым многие этот стрим как всегда практикали многие не смогут посмотреть полностью потому что сидят с мобильных устройств и я все-таки решил вам сегодня дописать видосик опять же по новому герою по его сборочке что ему подойдет что не подойдет так ну что видели я вам показывал обзор с этим талантом мы вчера поменяли на нем практически все таланты протестировали это расскажу давайте так открою табличку с талантами и соответственно оттуда уже буду рассказывать чтобы ничего интересного не пропустить так по поводу новых талантов показывал у меня есть герои с этим талантом это чисто фракционные на древние возможно на по локации против некоторые герои еще зайдет но в основном нет то есть такой вот талант но не знаю честно говоря пока он не раскрыт рунами в дабы ли топчик поставить талантом смысла нету и так тестировали его с изворотливостью набор энергии да в некоторых ситуациях нужен но опять же это только набор все и он достается без преимуществ ему придется в данном случае вам ставить ремочку соответственно вы не сможете больше никакой другой талант поставить то есть он будет ограничен выживание то же самое уже не один раз я вам показывал что выживание лучше собрать в нами любое выживание рунами будет лучше чем талантом потому что вы можете опять же поставить если у вас он гримочная любую любой талант если выживание вы только можете поставить ремку там либо живу зарядиться да еще такой вариант это еще более-менее катят потому что выживание если прокачать на восьмерку это особенно для бездоната так и герой бездонатный будет неплохой вариант он успеет зарядиться можно поставить даже ему живу но опять же есть очень много нюансов на пол и по локациях опять же нужна будет ремка чтобы он сразу включался раскол пропускаем даже жизни тоже сразу говорю нет мы даже его не качали то стиле ну на минуту кое себе рвение тоже тесте ли смотрели плюс одна клетка смысла нет чем дальше он будет атаковать тем получается дальше он будет от героев например по локации он то включится но опять же очень много нюансов смысла как бы особо ставить нет урон плюс деф ну честно говоря такое себе порочный пакт опять же если вы бездонат возможно как вариант он будет там бешеный урон но я скажу вам так герой используются будет в основном у вас либо на битве кильдии либо на каких-то по локациях от него нужно будет либо максимум урона либо чтобы он выжил потому что честно он до 2 3 залпа очень редко доживает его шатает там про и другие герои его слить это не проблема на дефиль битве гирлия нападал на таких конечно если к нему вплотную вы при подойдете он будет кайфово вас там замораживать все но его очень просто слить фрейдом либо каким-то дальником он очень ватный священный огонь тоже тестировали смотрели ну как и для всех героев это один из топовых талантов мы опять же лучше ставить лунами если вы а над если без донат можно поставить но опять же надо римка и стреление смысла нету железная воля тоже смысла особо нету потому что он один раз включится и все дальше он будет стоять стане потом он пропадет как бы это не тот план да у этого героя очень хорошо забирает энергию он не включается возможно на пвп локации такой вот вариант плюс ремка возможно будет да но опять же это не всегда вас будет спасать грубая сила аналогичным по ручному пакту водушка тоже тестировали с воодушевлением быстрый набор водушка хороша будет на нем на волны тестировали на волнах если хотите отдельно вам за сниму еще волны кто не видел мы проходили с ним там практически офигенные волны там я не знаю сака до а.б. а.д. моему где-то так там нюансы просто были демоны разбивались издания но сама суть герой тащит даже я с ним прошел без расстановки без ничего так как есть мы прошли волну этом а джей вчера а аж до аж пришли а джей прошли и а аж без проблем вот такой вот раз той ничего не делали то есть он реально офигенно в пачке смотрится так поехали дальше на чем мы там закончили грубая гнев пропускаем это все пропускаем психо щит нету бастион как вариант можно поставить бастион немножко жизни немножко урона то есть тоже мы с ним в основном тестировали получился неплохой вариант все остальное я честно вам скажу разброс нет смысла с огненкой тоже мне как-то он не зашел ожог есть один нюанс отжог срабатывает когда по герою такую там ну и две секунды или насколько я честно говоря уже не помню у нас это как обычно в инфине написано но вашего героя будут атаковать всегда то есть даже когда он будет стоять станем может быть сработать ожог вот из когда он будет юзать свой скилл то есть соответственно по нему всегда попадание есть он срабатывает будет а мисс не попадания да но есть один нюанс он когда спадет с него его умение скилл его могут просто слить даже рудами тестировали не дом самое основное вот есть еще вариант поставить оживу ремку рунами то есть он будет у вас три раза жевать и ремочные варианты это да еще как варианта у самая топовая как по мне это вот такая вот сборка это ремка которая была у меня изначально моё вчера сливали несколько раз возвращали почему герой 10 секунд имеет 70 процентов атаки я вам скажу этого вполне вам хватит на по локациях чтобы он сделать свое дело был у него урон это раз во вторых вы можете поставить ему оживу можете поставить ему выживание то есть можете поставить ему там пак то есть вариантов как бы очень много и соответственно он будет у вас универсальным да он там его могут слить но любого из них могут следить но это самый идеальный вариант почему потому что вы сможете ставить любые круги он будет у вас включаться есть вопросов как бы нету то есть под любую локацию вы сможете подобрать нужную сборочку вот у нас с выживанием сейчас знаю может затащит а может сольют вот отхилился вот видите сейчас он еле-еле заряжается вот опять пахнет начал бить ну то есть вот вам пример да у него сейчас упадет 350 катки ремка сила таки пропадет но опять же такой вариант то есть он первым ударит у вас на по локациях я думаю это будет самое оптимальное как и для многих героев у себя тоже многим героем уже вернул эту тему и ремка опять стало актуально это раньше мы избегали ну как обычно у нас и gg все меняет с каждой обновой поэтому вот так вот то есть как видите против 12 огнекрыл он может вполне нормально стоять самое главное чтобы он включаться во время и выживание его спасает то есть можно выживание поставить down урона много наносить не будет если будет выживание талантом но жить как видите вот как моем случае с выживанием он будет весь огнеке вы слить за полторы минуты только смог есть такой вариант есть другой вариант ставить ему пакт порочным пактом будет дофига урона он будет разносить здание я вчера показывал этот дырочный герой как и по башка разрабатывали разрабатыватель дырочек почему потому что если он включится он уже включится конкретно и снесет там здание то есть основная его задача это как бы рушить здание для пистаната на битву гелей это будет опять же один из топовых героев потому что он офигенно сносит здание мы там выбивали по 90 процентов вчера на стриме то есть уже здание он перед обалденно просто я знаю щас не могу найти вам никакую расту с дыркой про находили дырочек ничего то их нету те их по закрывали после обзора нигде выпустить даже смотрите на красавом просто ушатал был сплюшки на красаве вы тоже может все тонуть среди 350 еще раз и все это еще благодаря пакту конечно же и том что он у меня собран с доспехом то есть на нем 5 доспех и уклонение все равно как видите он почему-то очень быстро проседает 12 12 доспех и тут созвездие топовое все равно он проседает то есть как видите жизни возможно и баз поставить вариантов любят очень много самый универсальный это будет римка если вы сможете себе что-то поставить вот сейчас видите его смотрите допустим если на нем сейчас был было выживание в принципе не так просела изначально но не факт что потом еще один плюс он не убивается в отражалку своим скиллом что очень-очень круто ну то есть вот так он работает еще 40 кем он просто стрички шатанул я не понимаю почему он так проседает по сравнению с другими героями ну как-то его очень быстро убивает вот стрелок забрал энергию и все и на этом принципе все закончилось герои вас просто нет ничего сделать не может поэтому рим очка и любой талантик по возможности если в этом донат если вы точнее без донат если донат вы можете себе позволить там 8 руны сейчас продают эмблемы вот типа таких вот расстановок мы вчера шатали и все он как видите по зоне бьет очень и очень круто и этого вполне хватает выносить около 50 процентов остальное можно добивать ронинами героями надо девочку тоже это показано опять же вам надо чтобы он сразу включался это ремка можно поставить железную волю рунами то есть его станет не будут вот так вот раз все есть такой вот герой-герой действительно очень кайфово и сейчас я вам покажу его зайдем быстренько в пвп локацию именно с фактом посмотрим знаю какую-то анубис есть я надеюсь там топовая пачка вот он включился посмотрите что он сделал с героем это с порочным пактом возможно его некрас сейчас уже тает он невероятно ну как видите у некраса кстати еще хороший дав как видите на ли проскакивает от скилла очень-очень круто возможно надо точности побольше не знаю надо смотреть но герой очень кайфово и если он соло фрайку может шатать если добежит до нее он просто не даст им дарить так вот какой то есть по башками не к сожалению тут слабенький единственное уж говорю минус это забор энергии вы можно застанет молчанку наложить есть вариантов и убить его очень много я бы не сказала что он особо там какой-то мера имбовый во всех локациях но для без доната сейчас может ара нас заблочит на бездонат и это реально очень офигенный подарок это и джиджи на новый год именно этот феникс священный огонь там баст принципе мы тоже зайдут надо рассчитывать на римку в моремку я думаю для без доната для многих уже не проблема достать поэтому этот герой именно должен быть чисто на полу по локации на фарм локации я показывал уже его возможно он будет помогать на некоторых локах проходить там если они маленькие если они большие он возьмет разгон он будет все равно после включения скилла стоять на месте но тут не знаю вы посмотрите там кого-то слил 1 всего наверно шатанут да тут без вариантов но она вынес еще кого-то вынес а и и Ну конечно мы его сейчас тестируем одного если он будет где-то на 3 раз и вынес то есть поручный факт восьмой ремка рунами урона хватает за головой если он будет на второй линии он без проблем будет шатать главное чтобы он включился вот так вот ребята что там у нас на арене опять не скинули надо как-то выставить на арене он себя тоже ремочный вариант вы можете поставить любую рунку и он будет тащить сейчас мы попробуем восьмой пех поставить дорогие интересам а если он добегает до середине поля очень быстро включается он достает так есть восьмой пех отлично есть посмотрим как он бегает вы смотрите он сейчас может даже тут и учится будет их отсюда добивать да видите чё получается он их просто замораживает офигеть просто он не дает ему дарить он бьет камень вот вам еще одна сборочка применения там мире ну еще тоже нормально тащит но такая сборка очень интересная самое главное что вражеские герои когда они не добегают смотрите чем делаем вот он камень достает отсюда стоит по центру вот просто бег можно поставить и так трешевать оставить выпад ему ара только движам круто круто особенно если здесь будет тоже герой задерживайте он будет бежать по центру вот смотрите он просто сейчас будет тупо морозить всех а мои будут по чуть-чуть разбирать супер честно нравится этот герой очень это он не стандартный даже пуск так сказал убили бы давал миллион двести жизненного суром и его ничего такое так чё тут есть еще кто-то с огняком давайте еще его затестим жесткий тип на кушай силушки богатырской ну то есть вот как-то так принципе все что я могу вам сказать ждем обнову на русском сервере надеюсь он там будет падать очень неплохо для людей и вы сможете сами полноценную протестировать герой блин офигенной да и не стоит выбивать его стоит качать аналогичен фрей и анубису там и многим ворожаю тому же самым без которых игра сейчас уже просто ну нереально сложная все пишите коменты как обычно лайки репостики всем удачи всем пока